Экологическая акция «Экопоезд волонтёров мира» стартовала 11 апреля в Кубанской столице. За три месяца в ней приняли участие добровольцы из 40 городов и посёлков региона. Настал черёд из Сочи. На курорте состоялась торжественная передача флага экологической акции, а ответный подарок принимающей стороны – горшок с хризантемой. Уникальность акции состоит в том, что мы даём возможность волонтёрам, участвующим в акции, не только нести экологическую направленность, экологическую культуру, но и знакомиться с традициями, национальной культурой районов и народов, которые проживают на территории Краснодарского края. В бамбуковой роще за круглым столом опытный экскурсовод познакомил волонтёров с историей возникновения Музея дерева дружбы. После вводной лекции ребята отправились на прогулку по аллеям парка. Добровольцы из Абширонска говорят, такого разнообразия цветущих деревьев и растений видят впервые. «Узнал очень много нового, для себя открыл тоже очень много нового. Не всё запомнил, скажу честно. В таких ботанических садах я впервые. До этого у меня не было большого интереса к растениям, к сельхозкультурам. Ну, не было у меня такого. Сегодня всё поменялось, и я понял, что этим можно поинтересоваться, этим можно заняться, изучить литературу». Финальным этапом экологической акции стал субботник. Вооружившись перчатками и граблями, волонтёры очистили бамбуковую рощу от накопившейся листвы. С поставленной задачей справились меньше, чем за час. «Мы помогаем бюджетным учреждениям сделать места посещения иностранцами, нашими туристами, более чище, более приятными для посещений. Тем самым сами приобщаемся к труду». Уже завтра сочинские волонтёры отправятся в Туапсе, где продолжится экологическая акция «Экопоезд волонтёров мира». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».